МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В списках значится. Центральная избирательная комиссия Чуваши утвердила результаты выборов депутатов Государственного совета Республики. Вода, вода, кругом вода. Учитель из 37-й Чубоксарской школы исследовал водоемы Чувашей. Театр уж полон. Чувашский драматический театр готовится к новому сезону. Центральная избирательная комиссия Чуваши утвердила результаты голосования по выборам депутатов Государственного совета Чуваши 6-го созыва. По результатам единого дня голосования утверждены списки политических партий, которые будут участвовать в распределении депутатских мандатов. 14 мест по партийному списку получили единороссы. Это Михаил Игнатьев, Инна Исаева, Юрий Кислов, Кирилл Ермолаев, Владимир Яковлев, Петр Краснов, Виталий Иванов, Юрий Зорин, Елена Николаева, Вадим Николаев, Валерий Павлов, Леонид Лукин, Альбина Егорова и Дмитрий Арсютов. За представителями КПРФ три мандата. По партсписку в госсовет прошли Валентин Шурчанов, Юрий Шлепнев, Александр Андреев. Также три мандата на счету представителей ЛДПР. Первым номером идет Владимир Жириновский, затем Сергей Белобаев и Антон Майоров. Оставшиеся два мандата получили представители партии «Справедливая Россия» Олег Николаев и Игорь Маляков. По мажоритарным округам все 22 места в Государственном совете Чувашии получили представители «Единой России». Николай Ефремов, Олег Мешков, Сергей Павлов, Юрий Попов, Киемедин Мефтохуддинов, Валерий Иванов, Николай Курчаткин, Александр Федотов, Николай Малов, Сергей Мельников, Вячеслав Рафинов, Олег Таланов, Вячеслав Тимофеев, Олег Дельман, Роман Каляев, Валерий Филимонов, Владимир Викторов, Андрей Углов, Елена Бадаева, Николай Николаев, Владимир Михайлов и Сергей Михеев. Татьяна Молокова, «Республика». Понятно, что первыми от некоторых партий идут лидеры списков, и они могут передать свои мандаты тем, кто не вошел в этот перечень. И окончательный состав госсовета будет утвержден позже. Кстати, первая сессия парламента Чувашии состоится 29 октября. К другим новостям. В Чувашии наблюдается снижение уровня больных наркоманий. При этом настораживает, что 90% наркозависимых составляют мужчины работоспособного возраста. Об этом говорилось на сегодняшнем заседании правительственной антинаркотической комиссии при главе Чувашии. В республике за 8 месяцев текущего года отмечается уменьшение числа больных наркомании почти на 13%. Заметно меньше стало и впервые выигранных несовершеннолетних потребителей наркотиков на 34 с лишним процента. Всего на учете стоит на сегодняшний день 23 несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками. Это ниже показателя прошлого года почти на 35%. По показателю первичной заболеваемости мы находимся сегодня на уровне прошлого года. Первичная заболеваемость в этом году была зарегистрирована в Козловском, Чебоксарском районе и в городе Новочебоксарск. Тем не менее, наркомания остается болезненной проблемой для общества. По статистике, более половины наркозависимых – люди 18-30 лет. Почти 90% я это хочу отметить – это мужчины, к сожалению. При этом обращаю внимание, что более 79% наркопотребителей – лица, не имеющие определенных занятий. Хотя в то же время к себе не могу сказать, спрос работодателей сегодня на рынке труда на рабочую силу составляет 2,5 раза больше, чем количество безработных, которые обратились в службу занятости. Более 80% употреблявших наркотики длительное время и прошедших лечение по-прежнему не работают и не учатся. Глава Чувашии подчеркнул – необходимо усилить пропагандистскую работу в образовательных организациях для формирования у молодого поколения негативного отношения к наркотикам. Он также обратил внимание глав администрации муниципальных образований на то, что с наступлением прохладной погоды необходимо обследовать подвалы и чердаки многоквартирных домов и сделать их недоступными для посторонних лиц. Родион Архипов, Андрей Шоплев, Республика. Еще одна важная информация. До 30 ноября 2016 года можно получить единовременную выплату из средств материнского капитала, написав заявление через сайт Пенсионного фонда. Достаточно зарегистрироваться на едином портале услуг и иметь подтвержденную учетную запись. С паролем единого портала госуслуг нужно войти в личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России и заполнить форму заявления, а затем отслеживать этапы его рассмотрения и зачисления средств на банковский счет получателя. По данным пресс-службы регионального отделения, сейчас каждое четвертое заявление на единовременную выплату поступает через сайт Пенсионного фонда. Подать заявление можно в клиентских службах Пенсионного фонда и многофункциональных центрах. Необходимы только паспорт и документ, содержащий реквизиты банковского счета для перечисления средств. Банковский счет должен принадлежать владельцу материнского сертификата. Единовременную выплату на неотложные нужды можно получить независимо от возраста ребенка. На сегодня в Чувашской республике единовременную выплату получили почти 7,5 тысяч семей с детьми на общую сумму 182 миллиона рублей. С 1 октября в столице республики изменится схема движения 12-го автобусного маршрута. Сейчас он соединяет микрорайон Садовый и улицу Энергетиков, что в районе Парка Победы. А теперь конечная остановка будет в микрорайоне Благовещенский. Уже со следующих выходных автобус проспекта Айги через Московский проспект будет доходить до дома номер 7 по улице Тукташа. Сейчас в Благовещенском приступают к обустройству площадки для посадки и высадки пассажиров, разворота автобусов. Вскоре здесь установят остановочный павильон и соответствующие дорожные знаки разместят расписание автобусов. Между тем в Чебоксарах идет сбор данных о пассажиропотоках на городском общественном транспорте. Эксперты научно-исследовательского и проектного института территориального развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга до 10 октября обследуют, какие транспортные направления в столице Чувашии наиболее востребованы, какие маршруты наиболее перегружены и наоборот. Своеобразная перепись пассажиров организована с целью оптимизации маршрутной сети общественного транспорта города Чебоксары. Сообщить о своих ежедневных передвижениях и удовлетворенности транспортной системы города может каждый чебоксарец. Для этого организован живой опрос в утренние и вечерние часы пик. Используются средства видеофиксации. Дополнительно открытый онлайн опрос. Ссылку на него можно найти на сайте администрации города Чебоксары в разделе новости. Выборка участников ведется не случайным образом. Учитывается пол, возраст и район проживания. Специалисты планируют собрать до 1 миллиона записей. Полученная информация будет использована при разработке документа планирования регулярных перевозок в городе Чебоксары. В подразделениях МВД по Чувашской республике, оказывающих государственные услуги, появилась новая система контроля качества. Теперь каждый гражданин, пожелавший оставить номер своего сотового телефона, может поставить СМС-оценку правоохранителя. От 1 до 5 баллов. Для чего это нужно, расскажут наши коллеги из пресс-службы МВД. Несколько дней назад Мария вышла замуж и сменила фамилию. Теперь она должна в течение месяца заменить свой основной документ гражданина Российской Федерации – паспорт. В целях экономии времени начать эту процедуру лучше с подачи заявлений через единый портал государственных услуг. Здесь достаточно заполнить необходимые реквизиты и подождать приглашение. Сегодня для получения паспорта достаточно быть зарегистрированным на портале государственных услуг. Далее гражданин обращается в заранее оговоренное время непосредственно в отдел, предоставляет оригиналы документов – это паспорт, подлежащий замене, сведения об оплате госпошлины, фотографии, свидетельства о заключении брака либо иные документы, соответственно, случаю. Гражданину предлагается подождать. Время оформления паспорта не должно превышать полутора часов, но, как правило, оно не занимает более 30 минут. Для получения паспорта Мария явилась в отделении управления по вопросам миграции по месту регистрации. Здесь ее уже ждали. Здравствуйте, разрешите вас на 1 часа? Проходите. Облагается заявителю проверить оформленный паспорт на правильность всех внесенных записей. Верну все документы, которые она предоставляла. Я пришла к назначенному времени, предоставила документы, которые были написаны в письме. Меня приняли без очереди. В этот же день мне выдали паспорт гражданина Российской Федерации. Всем гражданам я советую пользоваться порталом государственных услуг, так как это экономит время, быстро, удобно. Сегодня в МВД Почувашской Республики уделяется большое внимание качества оказания государственных услуг. И чтобы оно оставалось максимально высоким, введена услуга СМС-оценка. Каждому обратившемуся за госуслугой гражданину, пожелавшему оставить номер своего сотового телефона, приходит СМС-сообщение с номера 0919, в котором предлагается поставить оценку от 1 до 5 баллов. Гражданину достаточно в ответном сообщении отправить оценку. При этом в качестве положительной рассматривается 4 или 5 баллов, в качестве отрицательной оценки от 1 до 3 баллов. Я тоже отправлял. Пробовала я. Поэтому, если вам пришло такое сообщение, просьба не игнорировать его и побыть немного в роли учителей, выставляющих оценки. Прогнозы синоптиков об отмене бабьего лета подтверждаются. Главы администрации Чебоксар и Новочебоксарска подписали постановление о начале отопительного сезона уже с четверга, 22 сентября. Отапливать в домах, детсадах, школах, больницах начинают, когда среднесуточная температура ниже 8 градусов тепла держится 5 дней. Несмотря на то, что такие погодные условия будут ближе к 1 октября, руководителям коммунальных предприятий и организаций города рекомендовано начать подключение тепла. В жилых домах отопительный сезон начнется после обращений собственников жилых помещений. Родина русского литературного языка. Так говорят о селе Болдина, месте, где жил и творил великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. Ежегодно Болдина становится площадкой различных конкурсов и фестивалей. Постоянные участники – студенты и преподаватели Чувашского педагогического университета. 23 сентября на территории музея Болдина открывается выставка их работ «Поэзия красок». Преподаватель Наталья Смирнова аккуратно раскладывает салфетки с вышитым национальным орнаментом. Это часть экспозиции, которая предстанет в музее-заповеднике Болдина. Предметы декоративно-прикладного искусства, скульптуры и картины – более 60 работ – подготовили известные чувашские художники, студенты и педагоги. Вдохновлялись творчеством великого классика, традициями и образами родной республики. Это выпускная квалификационная работа Колоколовой Ксении Александровны, выпускницы 2016 года. Работа очень примечательна тем, что показывает старый уголок нашего города. Историческая часть – это знаковое место, потому что Чебоксары, в общем-то, начинаются отсюда. Мы везем эту работу в Болдино, и Болдино ознакомится как раз с нашей достопримечательностью нашего города. Для выставки они очень цены, потому что несут в себе пропаганду, наверное, можно так сказать. Показывают, раскрывают интерес студенческой молодежи к своей республике. И показывают любовь студентов к своей родной земле, к Чувашии. Весь комплекс произведений покажет всю ту красоту, которая у нас была с глубокой древности, и которая сейчас существует, и которую наши студенты будут развивать в дальнейшем. Чувашский педагогический университет тесно сотрудничает с музеем-заповедником уже много лет. За это время в Болдино представлено более десяти экспозиций. На этот раз в открытии выставки будут участвовать фольклорные коллективы и заслуженные деятели культуры. С нами едет чувашский поэт, народный поэт Чуваши Тургай, Валерий Тургай, который в этом году привел часть произведений, стихотворений «Пушкин на чувашском языке». И он хочет на этом мероприятии читать на чувашском языке стихи Пушкина. Это очень здорово, потому что все-таки мы представляем республику нашу. Мы такой след там оставляем хороший, что они ждут нас. Все работы передадут в дар музею. Познакомиться с образцами чувашской культуры смогут все больше людей. Педуниверситеты уверены, это сотрудничество способствует укреплению культурного статуса республики в России. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангин, Андрей Шоклев, Республика. Тайна Емельяна Пугачева. Новая книга писателя-историка Льва Анисова, которую он презентовал в Национальной библиотеке. Новый взгляд на известные факты и события из жизни предводителя одной из крупнейших крестьянских войн в нашем сюжете. Емельяна Пугачева кто-то считает героем, кто-то нет. Но с тем, что он легендарный персонаж 18 века, поспорить невозможно. Неоднозначный лидер народного бунта 1773-1775 годов занимает центральное место в книге Льва Анисова. Труд Пушкина, а именно издание «История Пугачева» дал импульс к собственным размышлениям писателя. Не стыковка нашего личностного представления с теми документами, с которыми пришлось общаться в процессе знакомства с тем давнего временем, и навело на мысль разобраться, а так ли все было, как мы нас учили, нам предлагали понимать эту ситуацию в предыдущее время. Вот это было главным желанием, которое руководило моей работой. Откуда у яицкого казака средства на организацию вооруженного мятежа? И нет ли тут связи с иностранцами? В описании Пугачевщины множество недомолвок. Именно к этой мысли пришел Лев Анисов, анализируя историю Пугачева. Писатель показывает, что в борьбе за власть ничто не может быть случайным. Это произведение поможет читателю дать самостоятельную оценку как Емельяну Пугачеву, так и остальным претендентам на российский престол. Вот такие встречи не только с экспертами, профессионалами, а вот с писателями, которыми занимаются истории, они очень важны как раз для молодежи. Вот. То есть молодые люди должны, вернее, на таких встречах молодые люди, я уверен, они выносят вот такое впечатление о том, что история – это очень такая интересная, живая, интригующая такая жизнь. То есть это не просто какая-то сухая наука, это очень интересная жизнь, и которая вот создает, дает вот эти уроки, и такой дает опыт, который мы можем использовать в современной жизни. Вот это очень важная вещь. И тогда появляется импульс того же молодого человека заниматься историей. С восьми утра и до семи часов вечера, и так полтора года, на анализ документов и написание книги Лев Анисов потратил немало времени. И все для того, чтобы читатели, познакомившись с книгой, пожелали продолжить труд автора. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, Республика. Книга-альбом «Водоемы Чувашии» стала победителем всероссийского конкурса «Малая Родина». Ее автор – заслуженный учитель Чувашии Иван Дубанов вместе с своими учениками в течение 30 лет исследовал родной край. За эти годы он собрал огромную коллекцию фотографий рек, озер, родников, болот и искусственных водоемов. Как признался Иван Дубанов, награда для него не имеет значения. Гораздо важнее показать чувашскому народу всю красоту родной земли. Этому делу он посвятил всю свою жизнь. Но осуществить мечту и выпустить книгу оказалось непросто. Необходимо было собрать воедино фотографии, сведения, полученные от краеведов и сторожилов, архивные данные и оформить красивый альбом. В 2015 году книга вышла в свет. На ее страницах можно познакомиться со всеми водоемами Чувашии, их обитателями, увидеть завораживающие пейзажи и узнать об интересных фактах. В 1923 году в районе Чебоксара в Волге поймали белуг весом около одной тонны. Это мало кто знает. Когда рассказывают такие вещи, говорят, неужели так? Такие белуги бывают. Есть истории доказательства, официальные научные доказательства, что они достигали весом полутора тонны, скажем. Такие махины просто плавали, как акулы, скажем, по Волге, да? Сегодня увидеть белугу в Волге невозможно. Рыба физически не сможет попасть в реку из-за внушительных размеров. И это не единственное изменение, которое претерпела крупнейшая водная артерия меньше, чем за век. Многие ручьи и реки, наполняющие Волгу, обмелели или вовсе исчезли с лица земли. Течение замедлилось. Причиной тому стало строительство гидроэлектростанции в 1968 году. Снизилась способность реки к самоочищению. В своей книге автор обращает внимание и на экологические проблемы. На уши доказано стопроцентное сведение, что уже каждые сутки полтора миллиарда человек, а я думаю, даже два миллиарда человек, пьют непотребную для питья воду. Вода – это проблема будущего человечества. И каждый год только из-за того, что люди потребляют очень грязную воду, только из-за нехватки воды погибают несколько миллионов, скажем, жителей планеты Земля. Несмотря на обилие водоемов Чувашии, качество воды в них оставляет желать лучшего. По мнению автора книги, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, человек должен пересмотреть свое отношение к природе и помочь ей. Для этого вкладывают очень большие средства на охрану малых рек, прежде всего, на охрану родников, потому что тысячи-тысячи родников, по моим сведениям, исчезли буквально в моей жизни. Иван Дубанов продолжает свою исследовательскую деятельность и планирует совместно с книжным издательством выпустить еще одну книгу о природе Чувашии. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика. Изучение местных рек и речушек может помочь в будущем. Россияне уже не раз писали тотальный диктант по русскому языку, географический диктант. Жители республики писали даже всечувашский диктант. И вот теперь россиянам предлагают новые испытания – всероссийский этнографический диктант. Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в каждом регионе страны 4 октября. Участвовать могут жители России и других стран старше 15 лет. Знания участников будут проверять в тестовой форме. Задания состоят из 30 вопросов о народах, проживающих на территории России. Выполнить их нужно будет за определенное время. Во всех регионах акция стартует в 11 часов утра по местному времени. В Чувашии написать диктант можно будет на нескольких площадках. В ЧГУ имени Ульянова, ЧГПУ имени Яковлева, в Национальной библиотеке, музее Чувашской вышивки. В Канажском педагогическом колледже, на Вочебоксарском химико-механическом техникуме и Алатарском технологическом колледже. Подробности можно узнать на сайте Министерства культуры Чувашии и по телефону 64-22-34. Конец сентября. Отпускной сезон заканчивается, зато начинается театральный. В Чувашском драмтеатре уже 99-й по счету. 22 сентября сезон откроется полюбившейся в прошлом году зрителям пьесы о Константине Иванове. Пьеса о Константине Иванове и написал основатель Чувашского театра Максимов Кошкинский. Знал он этих людей. Он знал Ивана Яковлевича Яковлева. Он знал Федорова Павлова, композитора нашего знаменитого. И, конечно, Константин Васильевич Иванова. Так что это правдивая, историческая, но вместе с тем и художественная пьеса. В предюбилейном сезоне будут и премьеры, ближайшая в октябре. Спектакль в жанре мюзикл «Во мне душа пихомбара» написал либрет Владислав Николаев, молодой автор. А композитором является очень известный наш талантливый композитор Юрий Григорьев. Там два клана, борьба двух кланов в животном мире или в звере и охотники. И как бы они непримиримо живут антагонистически. И в конце концов и любовь, и какое-то взаимопонимание в конфликте пьесы приходят все-таки к гармонии. По-новому обещают поставить и самый первый спектакль театра. Пьесу Островского не живи так, как хочется. Ольга Пырычкина, Алёна Алтухова, Сергей Адушкин, Республика. На этом выпуск завершается. Все программы и новости доступны на нашем сайте ntrk21.ru. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин